Всем большой привет! Меня зовут Оля, я очень рада вас видеть на своём канале. Сегодня я снимаю видео вопрос-ответ. Утром я выгрузила пост в Инстаграм с просьбой подсказать мне какую-нибудь тему для видео или же задать какие-то вопросы для видео вопрос-ответ. Я сейчас нахожусь на даче, мне захотелось поснимать ещё для вас видео вот здесь, в таком уютном месте, на моём балкончике. И, кстати говоря, вы откликнулись очень здорово и прислали мне много вопросиков, поэтому сегодня я отвечу на них, не знаю, насколько успею. В общем, я постараюсь. Так, если вам интересно послушать, в основном здесь все вопросы про вязание, если вам это интересно, то, конечно же, оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Так, первый вопрос. О вдохновении. Что особенно вдохновляет? Вы знаете, этот вопрос мне задавали уже много раз, и каждый раз я очень теряюсь, и не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что этот вопрос для меня на самом деле сложный. Если имеется в виду, что вдохновляет меня, в принципе, идти что-то делать, что вдохновляет меня на работу, то я скажу так, это прежде всего мои представления, мои мечты, мои цели, о том, какой я вижу свою жизнь, о том, как я себе ее представляю, о том, как я вижу себя в будущем. Я часто пишу сама себе письма, например, как я вижу свою жизнь через год, через пять лет и так далее, где я описываю, что происходит вокруг меня, чем я занимаюсь, как я выгляжу, кто вокруг меня и так далее. И это, конечно, эта картинка, она всегда есть у меня в голове, я всегда знаю, к чему я иду, и это, конечно же, большое вдохновение, такой стимул, мотивация. Вот, если имеется в виду, как я вдохновляю, что меня вдохновляет, в принципе, на вязание, то на этот вопрос у меня ответа нет, потому что я очень люблю вязать, и мне скорее требуется вдохновение на что-то другое. Но вязать я всегда, я всегда хочу это делать, мне это всегда нравится, у меня очень большой список идей того, что я хочу сделать, и скорее мне даже просто не хватает времени и сил, но вдохновение у меня точно в этом плане хоть и добавляй. Вот, если же вопрос стоит о вдохновении на, что меня вдохновляет вязать ту или иную игрушку, что меня вдохновляет как-то развиваться в этом деле, то, во-первых, это примеры каких-то успешных девочек, успешных вязальщиц, скажем так, тех, кто добился каких-то внушительных успехов в той отрасли, в которой работаю я. Это всегда очень вдохновляет. Очень вдохновляет меня канал Анастасии Мадейра, Мастер в порядке. Я посмотрела много ее видео, и они меня всегда очень вдохновляют на работу, на какие-то действия, прям такой дают мне хороший пинок. Ну и, конечно же, это какие-то красивые профили, красивые магазины, какие-то советы успешных девочек, которые многого добились. Вот, наверное, как-то так я отвечу на этот вопрос. Так, а вы довязали ваш топ? Нет, я его распустила. У меня, вы знаете, такая проблема, я пока еще не связала ни одной вещи крючком, ну, если мы не считаем там шапочки, шарфики, варежки, вот такое. Потому что все-таки это совершенно другая какая-то область знаний, и на это нужно очень много времени, усидчивости. У меня, к сожалению, пока я не могу это время выделить, найти. И я связала, наверное, две трети, но потом мне снова не понравилось, и я распустила. Пока что, да, это вот такая моя боль, что свитер я распустила, что топ. И пока что, пока что не знаю, когда я примусь за все это. Но, конечно, это есть у меня в планах, и мне хочется все-таки это доделать. Но для меня вязание вещей, да, в общем, чего угодно, кроме игрушек, это скорее хобби, да. И сейчас мне сложно выделить время именно на хобби. Пока что я больше работаю, наверное, вот так. Как тот пледик из остатков пряжи? Это все туда же вопрос. Но здесь у меня еще есть другой момент. Я очень давно уже к нему не приступала, наверное, несколько месяцев. У меня сейчас практически нет остатков пряжи. Я извязываю все просто под ноль практически. И даже больше того, я вам скажу, я вытащила те клубочки, которые я оставляла для пледа. Я их вытащила из того мешочка с пледом и использовала для вязания маленьких игрушек. То есть у меня вот так. У меня сейчас практически безотходное производство. Если у меня остаются какие-то маленькие остатки, то я вяжу либо какие-то небольшие игрушки, либо одежда для игрушек, либо елочные игрушки, там, сердечки, либо же вот совушек я вязала. Поэтому если у меня что-то и остается, то это остается очень-очень какие-то маленькие там, маленькие крошки. И, в общем, ты с этого уже ничего не свяжешь. Так что вот. И, конечно же, времени. Времени пока у меня... Я не могу себе позволить просто сесть и повязать свое удовольствие. Удовольствие то, что как бы не имеет никаких сроков, не имеет никаких там, никакой цели, да, грубо говоря. То есть пока лежит, пока что остатков нет, времени тоже нет. Ну, да, может быть, конечно, зря я размахнулась на такой большой плед. Я вот уже сейчас думаю об этом. Может быть, нужно было какие-нибудь маленькие подушечки повязать. Наверное, это было бы как-то логичнее, но не знаю. Может быть... В общем, пока лежит, пока я к нему не притрагиваюсь. Было много вопросов о дальнейших планах вязания. У меня на самом деле есть такая тетрадочка. Вот. И сюда я записываю в том числе и свои планы. Вот я могу вам прямо сейчас зачитать, что у меня здесь написано. Так и написано. Идея вязания. У меня в одной колоночке игрушки, в другой колоночке не игрушки. В общем, что я хотела бы повязать из игрушек. Скоро Новый год. И поэтому, наверное, стоит уже подумать о каких-то новогодних коллекциях. У меня есть в планах повязать снеговичков разных, маленьких и побольше, там с ручками, без ручек, в общем, всяких-всяких разных. Да, поделать снеговичков. Дальше. Розовый фламинго. Мне почему-то очень нравятся эти птицы. И я как-то часто себе выбираю какие-то вещи с этим принтом. И мне очень хочется его связать. Связать не по готовому мастер-классу, а придумать всё-таки свой. Но для меня это пока такая сложная задача, именно в отношении фламинго и, в принципе, птиц. Поэтому на это нужно тоже выделить время. Но это есть у меня в планах. Мне очень хочется связать именно розовый фламинго. Дальше. Есть ряд животных, которых я ещё не вязала. Такие, например, как бегемотик, динозаврик, енот. Вот эти вот все. Тоже хочется их повязать. Тоже никогда их не вязала. Но это, опять же, нужно выделить тоже время и постепенно-постепенно их связать. Дальше. Что ещё? У меня здесь есть совушки маленькие, большие. Маленьких я вязала. Кстати говоря, вам их не показала, потому что просто не успела. Я их связала за день до выставки. И, в общем-то, все они у меня разошлись. Но обязательно повяжу ещё совушек и маленьких. И попробую побольше тоже повязать совушек. Дальше. Пингвинчики в разных шапочках у меня написано. Да, вот тех пингвинчиков, которых я вам показывала, с жаккардовыми такими мордочками, мне хочется ещё, знаете, такую сделать коллекцию, чтобы у них были у всех такие разные милые шапочки. Может быть, какие-то как шапки-ушанки. Какие-то такие, в общем, интересные шапочки им придумать. Тоже, наверное, ближе к Новому году. Вот, что ещё? И вот ещё у меня здесь написано «маленькая овечка». Да, потому что больших овечек я вязала. И можно попробовать связать ещё маленьких овечек. Вот из той же коллекции, с которой мы вязали с вами маленьких мишек, оленя. Вот этих вот всех. Вот, ну и большие зайцы, про которые тоже меня спрашивали. Да, большие зайцы, я уже давно их не вязала, соскучилась по ним. И каких-нибудь мне хочется их таких конфетных цветов повязать. Вот так. Вообще, на самом деле, планы для меня... Кто-то не любит говорить о своих планах. Я о них говорю почему? Потому что для меня это всегда что-то такое примерное. Это всё может ещё сто раз поменяться. И это просто, так скажем, то, что я на данный момент вот хотела бы. Всё это может измениться, перетеставаться, поменяться. Но вот пока что у меня есть такое желание. В общем-то, это всё изменится. Да, и также есть планы из того, что... Из неигрушечного, так скажем. Это, конечно же, мой свитер и мой топ. Да, я всё-таки надеюсь, что я когда-нибудь их свяжу. Дальше. Очень хочется мне попробовать связать сумку пляжную из хлопка. Тоже, где его взять на всё это время. Дальше потом я ещё ни разу не вязала носки. И я хочу себе купить книгу. Я видела её как-то в магазине, но почему-то я её не взяла. Теперь жалею. В общем, надо мне её либо заказать, либо съездить ещё раз в этот магазин. Книга, не помню, кто автор, по-моему, зовут Ольга. И там все модели носочков, которые связаны крючком, соединительными столбиками за заднюю стенку петли. Это получается настолько круто. Там такие интересные модели, которые вообще не скажут, что связаны крючком. Как будто бы они связаны спицами. Это так красиво. В общем, да, теперь я хочу эту книгу и попробовать носочки повязать. Так, потом хочется мне связать себе домой в спальню такой, знаете, комплект из серого пледа на кровать. И чехлов на подушки на большие. И чехлов на маленькие подушки. То есть всё это в нескольких оттенках серого. Например, тёмно-серый, светло-серый и какой-нибудь, допустим, молочный белый. Вот так. Хочется что-то такое тоже простое. Такими столбиками за заднюю стенку петли, чтобы такая была резиночка. В общем, да. Ну и так ещё по мелочи. Тут мне написано брошки вязаные. Тоже бы я попробовала повязать. И что ещё? Да, шарф объёмный. Я хочу себе связать шарф. Такого базового цвета, чтобы подходил подо всё. И чтобы, знаете, можно было так укутываться. Чтобы он не кололся, чтобы был приятный. Ну вот как-то так. А, ещё купальник. Купальник тоже хочу связать. Видите, планов много. Лето уже кончается. А всё ещё ничего не связано из вещей. Ну, ладно. Вы просили меня рассказать о планах. Я вам рассказала. Так, какой там следующий вопрос? Что вяжете? Какие планы в вязании и после окончания учёбы? Что я сейчас вяжу? Вот сегодня утром я довязала цыплёнка цыпу из мультика Мимимишки. И сейчас принялась за лисичку. Это у меня заказ. Вот так. Потом буду вязать собачек. Уже к Новому году. Тоже вам ещё видео не показывала. Только в Инстаграме. И купила вот пряжу на собушек. Вот пока такие планы. Ближайшие. Почему перестали вязать своих зайчиков? Вы знаете, в какой-то момент мне просто показалось, что все начали вязать этих зайчиков просто кругом. И на Ютубе, и в Инстаграме, и ВКонтакте. В общем, этих зайчиков стало столько много, что я уже как-то от них немножко подустала, на самом деле. Ну и как-то у меня было столько... У меня было так много новых идей. Мне хотелось попробовать что-то ещё, что как-то зайчики отошли на второй план. Давно я их, правда, не вязала уже. Прям очень... В этом году ещё ни одного не связала. Вот. Но вообще тоже, конечно, хочется возобновить. Именно в каких-то, как я уже сказала, в таких конфетных цветах. Какие-нибудь, может быть, нежно-розовый, такой лавандовый, молочный. Что-то прям такое хочется нежное-нежное. Так. И после окончания учёбы... Ну, учёбу я закончила 26 июня. Я сдала госэкзамен. Получила вот диплом недавно. Ну, в плане итальянского языка, конечно же, уже дальше продолжать самостоятельное изучение. Потому что то, что нам дали, это, скажем так, такие азы, да, такая хорошая база, платформа, от которой уже нужно отталкиваться и продолжать дальше. Смотреть видео на итальянском, ну и так далее. В общем, читать книги, смотреть фильмы. Так. Как вы создаёте свои авторские схемы? Мне кажется, это очень непросто. Как справляетесь с негативом в соцсетях? Авторские схемы... Для меня я не скажу, что это очень непросто. Потому что, да, я вижу какой-то новый персонаж. У меня ощущение, что я как бы такой, знаете, художник. То есть я действительно рисую то, что у меня в голове, но в таком 3D формате. Поэтому сейчас я уже не вижу по чужим схемам практически. Сейчас, в принципе, всё, что я себе могу представить, я могу это связать сама. Ну, конечно, для этого просто нужен опыт. И, в принципе, как вы знаете, я вижу несложные игрушки. У меня они все максимально лаконичные, простые. Это то, что мне нравится. И, в принципе, я ничего такого сверхъестественного, сложного, да, ну, не вижу, да. Поэтому там, скажем так, список каких-то приёмов, да, он не так и велик. То есть это как связать ручки, ножки там пошире, поуже, каких-то форм, это всё не очень сложно. Поэтому добавляются, конечно, какие-то новые приёмчики со временем. Но мне это нравится. Мне это нравится. И ты действительно себя чувствуешь, как такой художник, который, например, там сделал несколько штрихов, потом что-то стёр, перерисовал. Также я что-то связала, записала, не понравилось, распустила, зачеркнула, связала снова, записала снова. Вот так это происходит. И, конечно же, это всё, эти схемы со временем, они видоизменяются, дорабатываются, доводятся до ума. И когда ты вяжешь первый раз то, что у тебя в голове, может не сразу, конечно, получиться, или может вообще не получиться. Поэтому, нет, для меня это сейчас очень-очень интересный процесс и очень увлекательный. Вот так. Как справляйтесь с негативом в соцсетях? У меня практически нет негатива. Вот честно вам скажу, у меня настолько интеллигентная аудитория, что почти нет. Вот прям серьёзно вам говорю. У меня, не помню, чтобы какие-то были, знаете, прям оскорбления в моём адресе или что-то такое очень-очень неприятное. Мне бы написали... Я такого не помню. Но если что-то и проскальзывает, то я отношусь к этому как... Ну, как я уже говорила, так больше философски. И, скажем так, я не отношу это к себе. То есть я это никак не ассоциирую с собой или со своими какими-то работами. Я это скорее буду ассоциировать с тем человеком, который я это написал. И это скорее больше характеризует человека, который это пишет, нежели меня. Потому что очень много мнений, очень много, скажем так, всё очень субъективно. Поэтому если кому-то это не понравилось, ну, это нормально, мы же все разные. И, как бы, я считаю, что на этом не нужно вообще как-то зацикливаться, обращать какое-то внимание и просто делать то, что ты делаешь. И быть самому себе лучшим критиком. Вот так. Так. Мне будет интересно, если вы расскажете о лучших моточках пряжи для игрушек, какие моточки нашли для себя новые любимые цвета. Ну, я думаю, что в основном вы знаете о моих фаворитах в пряже для вязания игрушек. Это пихорка детская новинка. Это Шекерим Ализе. Это Ализе Хэппи Бэйби. Очень она приятная, как я уже говорила. Там очень красивые, есть пастельные цвета, салатовый, такой нежный оранжевый. В общем, вот. Но вот последний раз я купила пряжу, о которой я немножечко подзабыла. Это у нас Нака Бомбина. Вот такая пряжа. Здесь у нас 25% шерсти и 75% акрила. Она довольно-таки такая толстенькая. И для крючка номер 2, ну, лично для меня, для моей плотности вязания, это прям вообще идеально. То есть и цвета такие красивые. Вот я купила для совушек. Я в Инстаграме вам показывала. Кстати, у меня новый Инстаграм. Новый, старый. В общем, я возобновила видение своего второго Инстаграма, где я показываю только вязание. Мне кажется, что так будет удобнее для всех, потому что многие подписываются на меня, скажем так, как на вязального блогера, и хотят посмотреть только на мои игрушки, на мои работы. И, в принципе, неинтересна моя жизнь, чем я тут занимаюсь. А кому-то наоборот. Поэтому я все-таки приняла решение. Теперь у меня два Инстаграма. Один мой личный, в общем-то, где я показываю себя, чем я занимаюсь, что я делаю. И второй Инстаграм чисто вязальный, где я показываю свои новинки, свои игрушки, выкладываю там сторис, видео, фото. В общем, все-все-все. Так что да, подписывайтесь. Я оставлю оба Инстаграма внизу. Вот такой, смотрите, какой красивый лавандовый. Короче, я прям влюбилась в эти цвета. И думаю, что же я так долго на эту пряжу никакого внимания не обращала. Я из нее вязала, еще когда только я начинала вязать крючком, года полтора назад. И я вязала из нее зайчиков. Но почему-то как-то я больше ничего и не вязала. А вот сейчас я пришла в магазин и прям влюбилась. Мне кажется, вообще крутые цвета. Вот. И плюс такая прям толстенькая. И тут есть шерсть. В общем, классная пряжа. Будем вязать из нее. Так. Вроде бы я все рассказала. О вязальных планах вам рассказала. О любимой пряже. О вдохновении. Да, еще был вопрос топ-10, что вы любите в вязании или топ-10, что вы не любите в вязании. Я думаю, что можно над этим вопросом подумать повнимательнее и снять отдельное видео. Почему бы и нет. Так что вот. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Я вам всем желаю творческого вдохновения, теплого лета, приятной компании, классных занятий, чтобы вы каждый день проживали вдохновенно, чувственно, радостно. В общем, все. Всего вам самого-самого доброго. Я вас всех целую. Мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока. Пока-пока-пока.